Друзья, здравствуйте! После парада на 9 мая Шойгу долго били в Кремле, ведь диктатора абсолютно не устраивает положение дел на фронте. Били подстаканником, били пресс-бювяром и малахитовой чернильницей с двухглавым орлом. Но Шойгу все равно, он хочет еще побыть министром обороны, так как сильно потратился на парадный китель. Кожигутович замолился и последний раз попросил дать ему шанс, и шанс ему был дан, но озвучена цена. Это Харьков. Вот этими словами Александр Невзорова хотел бы начать сегодняшнюю нашу беседу. Конечно, поговорим о том, чем закончится новое наступление оккупантов в Харьковской области. Об этом и не только. Сегодня с секс-офицером полиции Израиля, военным экспертом Сергеем Мигдалем. Сергей, здравствуйте! Рад вас видеть. Приятно, что вы впервые на нашем канале. Приятно познакомиться. Очень приятно тоже быть впервые на нашем канале. Сразу, конечно, узнал, еще до того, как вы назвали фамилию, неповторимый стиль моего земляка, бывшего Невзорова, еще из программы знаменитой «600 секунд», ставшей известным. Но об этом мы поговорим, чтобы все-таки на самом деле стоить за тем, что происходит в Кремле. Да, именно так. И, конечно, главная тема сегодня для большинства украинцев, для меня, как коренного харьковчанина, который, правда, уже около 10 лет живет в Киеве, но все равно огромное количество моих друзей и родственников сейчас находится в Харькове. И все мы с тревогой наблюдаем за тем, как продвигается новое наступление россиян. Видим, что оккупанты хоть и медленно, но все-таки постепенно продвигаются на севере Харьковской области. Как вы считаете, какая стратегическая цель вот этого наступления и есть ли сейчас основания полагать, что может дойти и до попытки захватить город-миллионник? Я не исключаю, что такая попытка может произойти. На данный момент это кажется маловероятным. Это наступление все-таки оно часть стратегии Путина и российского руководства по истощению, изматыванию Украины. Они надеются, что играя в долгу, они смогут это сделать, особенно если Украина потеряет какую-то часть или всю поддержку западных стран, своих союзников. А до этого будут продолжать изматывать и не только я, но и другие, более продвинутые, чем я, специалисты и военные эксперты считают, что у России на данном участке фронта просто нету достаточно резервов, чтобы реально захватить город Харьков, один из трех самых больших городов Украины, или даже взять его в окружение. Поэтому это как один из вариантов, все-таки рассматривается скорее, например, попытка отвлечь силы вооруженных сил Украины, ВСУ на Харьковское направление, чтобы стало, например, меньше в Донецкой области, где все-таки последние месяцы и недели мы видим основное направление удара российских сил, и основное как бы их попытку закрепить успех уже после того, что случилось мир в Авдеевке. Хотя еще раз, с точки зрения стратегической, если мы посмотрим на карту и на местность, в том числе и не на карте, а реальными глазами тех людей, кому приходилось там бывать, понятно, что никаких там стратегических больших успехов в российской армии не было. Это весьма минорное продвижение по сравнению с огромной территорией Украины и огромной протяженности Российско-Украинского фронта, который в Москве скромно называют линией соприкосновения. Другой вариант, что то, что происходит в Харькове, в Харьковской области, это все-таки действительно попытка, например, создать ту самую пресловутую буферную зону, о которой в России уже давно говорят. У этого есть и политическое значение война, ведь она небезотрывна, нельзя ее отрывать от политики. И мы уже много месяцев видим достаточно жесткую критику, но хоть и не такую жесткую, как в пригожинские времена российского руководства и российских генералов за то, что в западных частях Российской Федерации, Белгород, Щебекино, но и многих других местах продолжаются обстрелы с украинской стороны, повреждения инфраструктурных объектов, падают украинские снаряды и ракеты, в том числе и в жилых кварталах таких мест, как Белгород, например. И на этом фоне уже давно идут разговоры, вплоть от военкоров неофициальных и до лично бывшего президента Медведева, что надо создавать буферную зону в Украине. Вот это такая модная тема и, в принципе, есть как бы этому примеру в мировой истории последних десятков лет создание подобных буферных зон, чтобы обезопасить свою территорию от ударов прямой наводкой, артиллерийских обстрелов. Обычно речь идет тогда о создании буферных зон, скажем, 20-30 километров, которые позволяют отдалить свои объекты от большинства средств поражения массовых, ну типа ствольной артиллерии или системы залпового огня, обычных градов. То есть это тоже одна из возможностей, это как бы то, что, наверное, можно назвать программой минимум российской армии. Вопрос, хватит ли у них на это сил, то, что вот они пока эти наступления, так называемая серая зона, насколько я видел, там нету каких-то особо мощных линий укреплений украинской армии, то есть сама вооруженная сила Украины в некоторых местах совершает тактические отступления, поскольку, еще раз, по сравнению со всей территорией Украины, эти там считанные километры, они не представляют большого значения. Другой вопрос, что с точки зрения города Харькова, кстати, каждый километр там очень важен, поскольку сам Харьков ведь находится недалеко от границы с Россией, и каждый километр, который приближает линию фронта к Харькову, может в теории позволить, например, осуществлять более массированные обстрелы самого Харькова. Из российских артиллерийских орудий, систем салфу огня, что для харьковчан, естественно, очень плохо. И поэтому я думаю, что украинцы попытаются в ближайшее время какие-то провести контрнаступательные действия, чтобы как минимум отодвинуть российские войска обратно к линии границы. Я лично помню начало 2022 года, когда российская артиллерия могла обстреливать город Харьков, тогда просто стирались с лица земли, по большому счету, живые кварталы, все помнят ту самую Северную Салтовку, однако это один из немногих спальных районов, который пострадал от этих обстрелов, и есть одна из теорий о том, что россияне могут после того, если у них получится подойти на расстояние, с которого они смогут добивать до города артиллерий, поставить вопрос о определенных переговорах, использовать Харьков как такую разменную монету, мол, я сейчас не своими словами говорю, аналитики Бумберг об этом писали, что, мол, либо мы будем превращать город-миллионник в какой-то второй Алеппо, либо давайте нам какие-то уступки на других направлениях. Как вы считаете, такие переговоры могут вестись в теории, если у россиян будет успех продвижения в Харьковской области? Насколько я знаком с ситуацией в Украине и в Киеве, нет. То есть такого рода ситуации, если действительно удастся российским войскам дойти поближе к пригородам Харькова и усилить обстрелы Харькова, что, конечно, приведет к большим разрешениям в городе, мне кажется, все, что я вижу, все индикации, что это наоборот только ужесточит позицию Киева и руководство Украины. Не собираются там ни сдаваться, ни идти на переговоры какие-то шантажом. Это как бы мы все уже видели, конфликт начался не вчера, то есть начался как бы в 2014 году, война настоящая все-таки началась в 2022 году, и мы видели, например, то, что происходило уже в прошлом году, особенно с точки зрения российских обстрелов Одессы, порта Рени и других портов и попытки нарушить экспорт зерна и других товаров из Украины. Это тоже был вот такой же способ давления. С точки зрения Москвы, по их теории, когда начали нанеситься такие массированные удары по портовым сооружениям Одессы и Дунайских портов, это должно было привести, очевидно, к тому, что Украина пойдет куда-то попятную, согласится на какие-то переговоры, на компромиссы, и по факту этого не произошло. Несмотря на то, что все это очень важно для Украины, тем не менее, еще раз, чисто с политической точки зрения, позиция Украины – это, как я понимаю, усиление сопротивления, а отнюдь не какие-то переговоры, которые должны по задумке Путина вести капитуляцию Украины. Это уже смысл этого давления. Украина на это идти не собирается, уж тем более в том, в нынешней ситуации, когда все-таки утверждена, вот этот утвержден огромный пакет американской помощи, европейцы обещались практически с точки зрения финансовой эту помощь как бы повторить практически в таком же объеме со стороны всех стран Евросоюза и Западной Европы. Поэтому я так не считаю. То есть, может, в Москве кто-то на это надеется, но мне кажется, что шансов на это надо при нынешнем украинском руководстве. А с Александром Невзором вы согласны по поводу того, что для Шойгу это сейчас наступление, которое мы видим в данные просто секунды, это такой, скажем, последний шанс остаться на должности на фоне ареста его заместителя, на фоне недовольства ситуацией на поле боя. Все-таки, несмотря на то, что после инаугурации ожидалось, что будут серьезные изменения в правительстве России, их, в общем-то, не произошло, и Шойгу свое место удержал. Можем ли говорить о том, что если это наступление провалится для оккупантов, на что мы, конечно, все надеемся, то и Шойгу, скажем так, может попасть в немилость и потерять свое место еще неизвестно, чем закончится. Потому что мы знаем, те, кто не оправдал доверие Путина, иногда, скажем так, умирают при невыясненных обстоятельствах и загадочными смертями. Люди, конечно, умирают, но мы также знаем про Путина, что он очень консервативен и не любит менять людей в своем, как бы, ближайшем окружении. Это надо сделать и что-то из ряда вон выходящее, чтобы вот настолько разозлить, чтобы он кого-то пинком под зад выкинул из своей команды. Обычно, даже когда у человека даже полностью такая своя некомпетентность, его сдвигают на какую-то малую значащую должность. В данном случае, как бы, трудно, если говорить серьезно, трудно предъявлять какие-то претензии, извините, к Шойгу. Выпускнику, по-моему, строительного факультета, потом молодому работнику Центрального комитета Комитетской партии Советского Союза, выдвиженцу, который никогда не служил в армии, никогда не занимался вообще ни тактикой, ни стратегией, был в первую очередь умелый самопиарщик и даже, в общем, по некоторым линиям неплохой организатор, но его, как бы, то, что он попал на постминистра обороны, это, в первую очередь, просто показывало его лояльность Путину и то, что Путин мог всегда на него положиться, как на лояльного человека. И в этом смысле это решение Путина не отличается от решения какого-нибудь Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи, который ставил начальника министра обороны себя, не самых способных офицеров, которых он все время подозревал, что они вот-вот совершат переворот, регулярно расследовал, а какого-нибудь человека, который желательно был из его личной племени, в городе Текрит, например, или это в случае с Саддама Хусейна. Ну и подобные же истории были у ливийского диктатора, поэтому, когда речь находила, кстати, до настоящей войны, все эти такого рода начальники оказывались полностью бесполезными. Так это и тут. То есть это можно было предсказать заранее. В этом смысле трудно его винить, потому что он и так был бесполезный на этой должности. То, что, говорит, били, я не знаю, там били ли его подстаканниками, те мы слышали историю про то, что он реально несколько недель тогда пропал, потому что его сильно побил золото за то, что погибли вот эти тысячи разгвардейцев, которые ехали парадными расчетами вслед за армией со стороны Белоруссии и мимо Чернигова, что попасть в Киев и усмирять там украинских граждан, недовольных оккупацией. Но золото, естественно, надо было бить Путина, а не Шойгу. Еще раз, потому что Шойгу совершенно в этом смысле ничего не виноват. Да, он просто такой лояльная пешка Путина и его окружение, который на этом месте находил, и получается так, вот я не знаю, скорее пострадал за это Иванов, потому что сам Шойгу, еще раз, он настолько в этом смысле персонифицирует назначение Путина и его команду, то снимать его Путину неудобно, потому что, по сути, его надо было снимать давным-давно. И тот факт, что его не снимают, показывает, что для Путина тут главное, как это выглядит. А в этом смысле ничего не поменялось. И с точки зрения управления армией, в общем, ему, наверное, Шойгу особенно и не нужен, как, насколько мне известно, во многом Путин уже многие месяцы, если не с конца 22-го года, практически руководит всем сам и занимается таким микроменеджментом. Ну, лично давая указания Герасиму, другим генералам. И что там происходит такое, как бы борьба, это называется за ухо президента, какие-то, очевидно, группировки или группы генералов, кто быстрее доберется до президента с помощью различных его приближенных, как бы те и не имеют перевес. И мы видим, иногда это вылезает на поверхность. Да, то назначает Суровикина, более компетентного, кстати, военного и специалиста по сухопутной войне, то потом его снимают в наказание за то, что он слишком сильно дружил с Пригожиным, то генералов каких-то отправляют ссылку в Сирию, потом возвращают. Это все, это вот борьба, но решение это принимает Путин вовсе не Шойгу. Шойгу, поэтому Шойгу так часто и не видно, вот он, как я понимаю, в основном все время из-за одного запоя в другой переходит, поэтому не надо концентрироваться на его фигуре. Но, безусловно, арест Иванова и, кстати, других людей, которые работали в связке с Ивановым по контрактам Министерства обороны, это, безусловно, для него предупреждение, показание, что его позиции, скажем, сильно пошатнулись, но я не считаю, что его будет Путин убирать, потому что это будет выглядеть с его стороны как какая-то слабость или признание собственной ошибки, чего он не любит. Появляется все больше новостей о том, что уже в ближайшие недели, а, вероятно, даже в ближайшие дни в украинском небе могут появиться западные истребители F-16, и вот здесь сразу возникает вопрос, как это может повлиять на это новое наступление россиян, насколько эта мультифункциональная платформа может помочь сдержать наступление, например, в той же Харьковской области или каким-то образом сейчас хотя бы обезопасить тот самый Харьков, который в последнее время просто нещадно уничтожают, например, теми же авиабомбами по нескольких штук в день, сбрасывая на мирные кварталы. Мы как бы скоро увидим влияние вот такой платформы, ясно, что это в любом случае не панацея, то есть не такое лекарство, которое раз и навсегда решает все проблемы, еще очень далеко от этого. Так вот, влияние такого рода оружия, это как бы надо вот возможности, то, что называется по-английски, capabilities этой платформы умножить на их количество, желательно, потому что одно дело 6 в 16, другое дело 60, и третье дело 600. И проблема, конечно, Украины в том, это вот в любых недостаточных количествах. Мы это видели уже прежде, помните, хотя даже небольшие количества иногда могут помочь, это все, один или 10, это все равно лучше, чем ноль. И мы видели это, например, на примере очень хорошего системы Хаймакс, которые во второй половине 2022 года очень помогли украинцам вот в их успешных контрнаступлении в Харьковской области, Луганской и, естественно, в Херсонском направлении. И при том, что этих систем было очень немного, сначала их было вообще несколько штук, потом около 20. Просто для сравнения, Кольша позапрошлом году заказала сразу 490 установок Хаймакс, которые по размеру гораздо меньше Украины, хотя по населению похожи. То же самое, например, с танками. И это как бы уже более печальные такие новости, поскольку, вот, напомню, всю сагу с танками Абрамс в конце концов кончилось тем, что уже с запозданием после не слишком успешного украинского наступления прошлого года пришло эти 30 танков. Но с точки зрения фронта войны России против Украины 30 танков, давайте скажем честно, это капля в море. И это как бы охарактеризует всю вот эту помощь. Ясно, что и это тем более капля в море, если учесть, что в Америке сейчас там, наконец, 6 тысяч этих Абрамсов. И, насколько мы знаем, ни с Канадой, ни с Мексикой они в ближайшее время воевать не собираются. И наступать по китайским пустыням этими тысячами Абрамсов тоже, да, то есть это все вот оружие в свое время, которое еще в таких количествах предназначалось для Холодной войны. Когда-то их было 12 тысяч, как Абрамсов, так и танков прежней модели модернизированных М-60 к концу Холодной войны. То есть еще раз, если Аберика могла бы дать тысячу Абрамсов сразу России, но и в американской армии никто бы не заметил этой разницы. Они все равно все стоят на страдах. Но, к сожалению, американцы, это отдельный разговор, этого не делают. И вот тут мы вернулись к F-16. F-16, безусловно, очень хорошая платформа. Уже не самая новая, но тут главное, ведь, когда мы говорим, в платформе системы вооружения, это, начиная от системы ее хранения и обслуживания, и кончая, главное, всеми теми системами целеуказания и вооружения, которые наносят. То есть ракеты воздух-воздух, управляемые бомбой, ракеты воздух-земля, различные системы борьбы против противовоздушной обороны. Все это вот можно работать с этими F-16, они очень универсальные платформы. И мне как бы не совсем понятно, что происходит с этим. То есть понятно, что нужно очень много провести подготовительные работы, чтобы военно-воздушные силы Украины могли эффективно пользоваться этими истребителями, новыми для них. Тут нужно и создать в Западной Украине надежную систему для них укрытий, обслуживания, надежную систему тылового обеспечения, если надо, с переброской этих самолетов для какого-то более серьезного ремонта обслуживания, например, в той же Польше или Германии. В Польше уже есть, кстати, завод, который, это бывший советский авиациональный ремонтный завод, который специализируется в том числе на ремонте обслуживания, F-16. Это все есть. Естественно, обучить весь персонал в Украине, обучить летчиков, все это происходит, конечно, но тем не менее, когда я слышу, что вот одна страна европейская героически собирается поставить 6 F-16, а в Голландии, по-моему, аж 12 нашли, которые они постепенно дадут Украине в рамках ожидания того, что получат новый F-35 из Америки, да, мой взор невольно обращается вот туда, вот в сторону штатов Аризона и Нью-Мексико, где эти F-16 стоят на хранении, прикрытые пленкой, да, и двигатели с заглушками, многими сотнями и тысячами, а еще тысячи летают в составе ВВС США, их можно передать, в принципе, завтра, да, то есть Америка это не добавит, не прибавит, никто не заметит, если вдруг 300 F-16 переедут американских, поддерживает из Америки в Европу и попадут в ряды военно-воздушных сил Украины, и то, что Америка это не делает, это вот показывает эффективность всех вот страшилов и пугалов, это, как бы еще раз, отдельный разговор, важно подчеркнуть, что, да, да, что F-16, если действительно их будет даже несколько десятков хотя бы, эффективно используемых, я считаю, что эффект от этого будет такой, что на некоторых, как минимум, участках фронта активно, если удастся им несколько раз, скажем, успешно сбить российские Су-34 фронтовые бомбардировщики или штурмовики Су-25 фронтовые, это приведет к тому, что снизится очень активность российских военно-космических сил на линии фронта, потому что сейчас вот они чувствуют во многом, особенно вот бомбардировщики фронтовые, это и Су-24 и Су-34, которые могут пользоваться вот этими планирующими управляемыми бомбами и сбрасывать их на украинские позиции со сравнительно безопасного расстояния. Если их начнут вдруг F-16 в украинские сбивать, и еще раз, для этого не нужно все, это должно произойти 2, 3, 4, 5 раз подряд, и это приведет к тому, что уже российские военно-космические силы, российские летчики будут гораздо с опаской подходить к этим районам и, скорее всего, будут искать другие способы, и это действительно поможет. То есть в этом смысле даже присутствие нескольких десятков F-16 мог бежит сильно помочь Украине. Это не переломит ход войны, но поможет успешнее вести на линии фронта. Это, безусловно, позитивно. Продолжение следует...